всем привет с вами гриман вы на канале гримфьючер студия в этом видео мы продолжим создавать инвентарь и уже создадим логику по которой будут выделяться слоты и чем начнем создавать именно эту логику для начала давайте исправим проблему с шелтером то есть нашим убежищем теперь когда мы подходим к нему вплотную мы не можем войти то есть смотрите я захожу и я не могу подойти к дому и дом не создается это связано с тем что в шелтере у нас по плеер видите блок стоит то есть нам нужно сделать кастом и оверлап все то есть он должен оверлапить в том числе игрока он не должен блокировать его теперь все должно работать вот мы видим что снова дом появляется и все работает итак давайте перейдем теперь к инвентарю первую очередь нам нужно берите виджет слота есть нам нужно создать функцию которая будет выполнять выделение слота поэтому я напишу название сет слот актива этот ну или актив вот так чтобы это сделать нам нужно посмотреть нашу картинку когда она у нас выбрана так то есть да вот она выделением hovering border ok а в один модером выкидываем сюда get и и делаем сет визи был вот здесь мы выбираем соответственно создаем input типа буллин и напишу из актив здесь я сделаю select давайте я вот здесь его select вот он и из актив и подключу wildcard вот так все теперь когда у нас true у нас visible когда у нас false у нас hidden вот так здесь ничего сложного думаю все и так понятно следом мы отправляемся видеть был приняты инвентаря и здесь мы тоже создаем функцию здесь нам понадобится функция set selected слот эта функция будет уже проверять какой именно слот нужно выделять для этого мы здесь для начала добавим такую переменную как он select пол то есть сбросить в отделение потом нам от еще понадобится и мы возьмем здесь слот видит blueprint вот эту штуку то есть наш массив есть мы делаем for each воп и подключаем сюда и далее нам нужно на рэй элемент вызывать set слот актив то есть нашу созданную функцию и подключаем это сюда вот так далее нам нужно сравнить рэй индекс с индексом подаваемого слота который у нас еще нет сейчас мы опять же добавляем здесь слот индекс слот индекс типа интеджер и его как раз и сравниваем также on select all мы делаем not то есть что происходит так давайте поменяем их местами а вот они господи что они делают в первом в первом случае проверяется прогоняется все слоты виджет blueprint и когда у нас соответственно будет нужный слот то есть вот этот слот совпадать будет с вот этим слотом то этот слот будет активироваться то есть он будет из-за актив но помимо этого будет проверяться стоит ли галочка на on select all если не стоит то тогда только он активируется если стоит то ничего активируется не будет даже если слот правильно выбран будущими покажу где именно это будет использоваться и так с этой функции тоже все возвращаемся в наш виджет слот виджет слота граф в иван граф и нам нужно создать здесь кастомный ивент который будет все это активировать и я назову его select слот я беру select слот и к нему я должен вызвать как раз этот самый блупринт наверное не был print а этот вид но эту функцию короче так так нужно получается вот его вызвать этот функцию сетте этот слот подключаем ее сюда и сюда уже подать слот который мы выберем а это тот самый слот то есть 100 индекс подключаемся на он сектор мы ничего не делаем отлично эта часть у нас готова то есть по сути можешь создали логику выбора слота ослал сделать так чтобы она запускалась чтобы она запускалась нам нужно опять же в слоте вызвать функцию вот оверрайт и сделать так чтобы оверрайт записывал перезаписал вот эту функцию он mouse button down то есть на нажатии левой кнопкой мыши да мы будем делать можете поставить на правую кстати это неважно я делаю здесь из mouse button down вот она если нажимаю на эту кнопочку и нажимаю еще раз на кнопку мыши которая мне нужна все левая кнопка мыши отлично теперь нажимаем branch не подключая сюда то есть если будет нажата левая кнопка мыши что будет true если нет то ничего не сработает на false мы должны подключить при тур ноду и это обязательно нужно делать чтобы функция всегда имела какое-то окончание а вот здесь нам как раз нужно сделать следующее нам нужно на true записать функцию по которой он mouse button down будет выделять слот то есть он будет подавать именно этот слот для этого мы возьмем из тру и вызовем нашу созданную наш создано событие так еще раз и что забыл вот цвет слот select слот и потом только вот так и здесь нужно сделать такую вещь это консультур надо вы увидите да требует пин он из него на не буду работать смотреть эти выдает ошибку чтобы этой проблемы не было вызываем такую вещь как хэндон то есть функция успешно выполнена и подключаем сюда вот так давайте проверим что у нас получилось по идее уже должно работать и так я открываю инвентарь я нажимаю на слот мы видим что он выделяется давайте возьму какой-то предмет но это не должно никак влиять на самом деле давайте возьму предмет и проверим я выбираю и все выбирается то есть я могу выделять все слоты и так давайте сделаем еще одну вещь я перейду к игроку это уже просто косметическое это не обязательно делать и это дело просто чтобы для красоты я не хочу чтобы он выделял слот по строке закрыл инвентарь но вы можете так не делать так ладно давайте перейдем к созданию где у нас управление где event graph ладно мой блупринт event graph видимо когда-то закрыл вот так вот он event graph action use да и на у нас происходит логика по которой а нет это не use нам нужен нам нужно именно input action открытие инвентаря вот 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 это то есть здесь когда у нас клоуст видите нас идет закрытие инвентаря вот здесь в самом конце можно сделать так чтобы наш инвентарь так у нас есть до виджет инвентаря я вижу что нет ну давайте все равно вот он да отсюда можем вызвать его виджет инвентаря инвентарь выборев сет слот сет селект от слот я делаю он select all все это у нас получается еще раз и правильно ли поставил на клоуст да на клоуст все теперь по идее если я закрываю инвентарь то у меня в день должен пропадать автоматически и так я иду беру предмет допустим на выбираю его закрываем так открываю выделение уже нет я должен заново выберем выбрать видим на все то есть у нас уже работает выделение когда нажимаем на любую ячейку она выделяется я закрываем это открываю выделение пропадает при этом видите да подсказка всегда появляется то есть все работает отлично на этом это видео подходит к концу ставьте лайк если вам понравилось было полезно и интересно пишите комментарии что вам осталось непонятным что вы хотели бы еще узнать также подписывайтесь на канал с вами был гримван вы были на канале гримфичи студия и до скорого